Приветствую всех на канале правильный выбор. Я подготовил для вас топ лучших игровых приставок 2020 года куда вошли 5 консолей. Я расскажу о возможностях и преимуществах каждой из приставок, а также оставлю ссылки на интернет магазины, где вы можете узнать стоимость этих устройств и приобрести их. Надеюсь это видео будет вам полезным, буду признателен вам за лайки и комментарии, а также не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Устраивайтесь поудобнее, а я начинаю. Открывает наш рейтинг Xbox One X, которая на данный момент считается самой мощной игровой консолью в мире. Производительность графического процессора составляет 6 терафлопс, что обеспечивает разрешение 4К с HDR10 и реалистичную графику с точной проработкой деталей и плавной анимацией. Оригинальный восьмиядерный процессор от AMD работает на частоте 2,3 ГГц, обеспечивая улучшенный искусственный интеллект, реалистичную графику и плавную работу игры. Консоль получила 12 ГБ видеопамяти, 8 ГБ флэш-памяти и жесткий диск на 1 ТБ. Приставка работает тихо, ведь в Xbox One X применяется усовершенствованная система жидкостного охлаждения и центробежный вентилятор наддува. Качество звука на высоком уровне. Поддерживаются стандарты DTS 5.1 и Dolby Digital 5.1 с технологией Atmos True HD. Поддерживается двухдиапазонная беспроводная связь Wi-Fi Direct и имеется инфракрасный датчик для управления. Приставка имеет два порта HDMI и три разъема USB 3.0. Владельцам Xbox One X доступно огромное количество эксклюзивных игр. Также владельцам консоли доступно подключение к многопользовательской сети Xbox Live, где можно найти друзей и соперников для игр в мультиплеере. Второй участник нашего ролика – компактная игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim, позволяющая играть в разрешении Full HD. Данная игровая консоль получила восьмиядерный процессор AMD Jaguar и графический процессор AMD Radeon, производительность которого составляет 1,84 ТФ. Управление осуществляется посредством беспроводных геймпадов DualShock 4. При этом можно подключить смартфон в качестве дополнительного экрана. Консоль имеет привод для чтения DVD и Blu-ray дисков и выпускается в версиях с жестким диском на 500 ГБ или 1 ТБ. На корпусе есть разъем HDMI для подключения к ТВ, а также два USB разъема версии 3.1 для зарядки джойстиков. Также для PlayStation 4 Slim можно приобрести камеру для захвата движения и VR-шлем для погружения в виртуальную реальность. Для данной приставки выпущено огромное количество игр для взрослых и детей, в том числе и множество эксклюзивных серий, которые не упускаются на прочие консоли. У Sony PlayStation 4 Slim есть собственная подписка на сервис PlayStation Plus, которая позволяет получать несколько игр в месяц бесплатно и открывать доступ к эксклюзивным возможностям в уже купленных играх. Nintendo Switch представляет собой гибридную игровую приставку. Есть три режима использования. Режим ТВ, когда приставка подключена к телевизору. Настольный режим, когда два игрока играют на экране консоли, диагональ которого составляет 6,2 дюйма. И портативный режим, когда контроллеры крепятся по краям экрана консоли. Nintendo Switch получила чипсет Nvidia Tegra и 32 ГБ внутренней памяти. Приставка поддерживает Full HD разрешение в играх на телевизоре и HD разрешение на экране самой консоли. В стационарном варианте на корпусе есть HDMI разъем для подключения приставки к телевизору, два USB разъема и выход для наушников. Помимо этого есть поддержка Bluetooth и Wi-Fi. Для расширения памяти используются специальные игровые карты формата microSD с высокой скоростью чтения. Аккумулятор в среднем на 6 часов игры. Контроллеры для управления беспроводные, это удобно, так как пользователь может находиться на максимально комфортном расстоянии от экрана телевизора. Выпускается в нескольких ярких цветах. Картотека игр постоянно расширяется. Доступны как однопользовательские, так и мультиплеерные игры. Помимо игр на носители, для владельцев Nintendo Switch доступен интернет-магазин Nintendo eShop, где можно скачивать новые игры. Следующий герой нашего ролика – Xbox One S. От Xbox One X она отличается не только размерами, но и техническими характеристиками. Зато и стоимость ее существенно меньше. Приставка заполучила процессор AMD Jaguar с частотой 1,75 ГГц. Производительность графического процессора составляет 1,4 ТФ. Оперативной памяти у Xbox One S 8 ГБ, а жесткий диск может быть на 500 ГБ или 1 ТБ. Что касается разрешения, то для игр это Full HD. Зато благодаря новому Blu-ray дисководу и графическому процессору на консоли можно смотреть фильмы и сериалы в 4К HDR разрешении. Качество звука отменное, благодаря использованию технологий Dolby Atmos и DTS X. Владельцам Xbox One S доступно огромное количество эксклюзивных игр. Также владельцам консоли доступно подключение к многопользовательской сети Xbox Live, где можно найти друзей и соперников для игр в мультиплеере. Завершает наш топ лучших игровых консолей 2020 года Sony PlayStation 4 Pro. Данная игровая приставка поддерживает разрешение 4К HDR, что позволяет играть в современные игры и смотреть видео с высокой детализацией кадра, увеличенной дальностью прорисовки и улучшенными визуальными эффектами. Это стало возможным благодаря процессору Jaguar от AMD и графическому процессору AMD Radeon, производительность которого равняется 4,2 терафлопс. Sony PlayStation 4 Pro имеет 8 гигабайт DDR памяти и жесткий диск на 1 терабайт. Также она получила дисковод для чтения Blu-ray и DVD дисков и три разъема USB 3.1. Также для PlayStation 4 Pro можно приобрести камеру для захвата движения и VR-шлем для погружения в виртуальную реальность. Для данной приставки выпущено огромное количество игр, особенно эксклюзивов, недоступных для владельцев ПК и консолей других производителей. У Sony PlayStation 4 Pro есть собственная подписка на сервис PlayStation Plus, которая позволяет получать несколько игр в месяц бесплатно и открывает доступ к эксклюзивным возможностям в уже купленных играх. Итак, это были 5 лучших игровых консолей 2020 года по версии канала Правильный выбор. Напоминаю, что узнать стоимость устройств вы можете по ссылке которые я оставил в описании. Ставьте лайк, если вам был полезен этот ролик, а также можете написать в комментариях, какие игровые консоли вы бы включили в данный рейтинг. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал Правильный выбор и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!